Всем привет! В этом мастер-классе мы будем с вами работать прозрачной полимерной глиной и со спиртовыми чернилами. Хочу показать вам очень простую технику, ее часто используют при имитации камня. Но мы сегодня будем такие неестественные брать оттенки, фиолетовые, бордовые. В общем, те цвета, которые я люблю и будем выполнять серки, тех оттенков, которые мне больше всего нравятся. Ну а вы же сможете взять те оттенки, которые любите вы, и создать сережки в своей любимой цветовой гамме. Кто работает с цернитой, это линейка Translucent 005 номер, белый прозрачный. Предварительно я его размяла и вот сейчас сорву на небольшие кусочки, которые буду окрашивать спиртовыми чернилами. Подобрала приблизительно одинаковые оттенки, то есть это будут бордовые, немножечко такой фиолетовый, темно-бордовый. И больше в розовый цвет такой уходящий оттенок. Почему спиртовые чернила? Потому что спиртовые чернила сохраняют прозрачность. Глина у нас прозрачная, сами чернила прозрачные. В итоге мы получим на выходе подкрашенную глину пастельных тонов, но эффект прозрачности будет сохранен. Вы сейчас видите, что я перемешала и получила такие пастельные красивые оттенки. Четыре у меня оттенка и пятый я хочу сделать, просто попробовать взяла такую пигментированную пудру розовую с перламутром. Вообще она предназначена у меня больше для прокраски эпоксидной смолы, но здесь тоже она пригодилась, подошла. Единственное, что конечно смешиваете это все в перчатках, потому что и спиртовые чернила красятся, и пигментированную пудру пачкают и поверхность, и руки. Поэтому используем перчатки, перемешиваем тщательно все оттенки, там где спиртовые чернила и разводы можно даже не тщательно, эти разводы будут красиво потом играть и делать такой эффект мрамора уже в готовом изделии. Сейчас смотрите, все оттенки я рублю на мелкую крошку. Вот сначала сделала трость, а потом трость эти разрубила. Лезвие, маленькие такие небольшие кусочки, перекладываю это все в пакет салфановые, потому что сейчас мы берем акриловую краску, можете взять черную, коричневую, в принципе подходящую под ваши оттенки глины. Я взяла темно-фиолетовую и вот так вот немножечко нанесла краски на поверхность рубленой пластики, и все тщательно перемешала сначала в мешочке, потом опять же мы работаем в перчатках, потому что все это пачкается. Немножечко даем, правда, подсохнуть краске, и дальше мы все кусочки собираем в единую трость. Все это мы ужимаем, немножечко сейчас я вот так вот проминаю между руками для того, чтобы согреть, и для того, чтобы пластика, кусочки, которые были разделены, они скрепились друг с другом. И дальше я формирую трость квадратной формы. Прижимаю к рабочей поверхности постоянно, со всех сторон, но квадратную форму оставляя. Когда вы чувствуете, что ваша трость уже мягкая, вы можете остановиться на этом, разрезать вашу квадратную трость и посмотреть, какой красивый мраморный рисунок у нас получился. Конечно, эффект весь проявится уже после запекания. Когда глина остынет, она потемнеет, и эффект прозрачности сохранится. Сейчас я нарезаю на тонкие срезы всю нашу трость, всю до граммочки. И здесь я решила, что я буду укладывать кусочки друг к другу пока что без подложки. Подложку я сделаю потом отдельно. Хочу сейчас их максимально близко друг к другу уложить. И старайтесь, чтобы зазорчиков как можно было меньше между вашими пластами, которые вы укладываете. То есть максимально плотно укладывайте друг к другу. Пускай где-то будет со смещением, ничего страшного. Все кусочки, абсолютно все я использовала. И сейчас я буду это все сначала раскатывать скалкой. А потом я хочу еще раскатать на пастомашине, только не на сильно тонком режиме, чтобы не растянуть вот эти вот наши ячейки, которые образовывают рисунок. Сначала раскатываю скалкой. Можно в принципе уложить пергаментную бумагу сверху и раскатать скалкой по пергаментной бумаге. Тогда у вас будет более ровная поверхность. Итак, смотрите, сейчас я аккуратненько лезвием вот так вот все это снимаю. Вы можете делать это на подложке. Подложку раскатывать уже с нанесенными сверху пластами. И раскатываю теперь это на пастомашине, но сильно не растягиваю, чтобы у нас ячейки не ушли и рисунок не ушел. А вот в качестве подложки я буду использовать тонкий пласт из глины серия натур. Он с каменным таким эффектом, с краплениями. И будет даже неплохо, если у нас где-то будут проглядываться вот эти вкрапления уже через прозрачную пластику после обжига. Укладываю теперь цветной пласт на подложку. Опять же все выравниваю скалкой. Здесь уже через пергаментную бумагу. И дальше я беру и подрезаю, то есть делаю ровные края. Этого в принципе тоже можно не делать, но мне хочется, чтобы все было красиво и аккуратно. Я хочу видеть, сколько я могу получить из этого пласта заготовок под серьги. Сейчас я беру различные каттеры и каттерами вырезаю из всего цветного пласта столько заготовок, сколько мне позволяет площадь этого пласта. Как видите, я здесь работаю уже на керамической плитке. На этой же плитке я и буду запекать изделия для того, чтобы их уже не смещать, для того, чтобы не подрезать их, не снимать с рабочей поверхности. Они будут плотно зафиксированы к плитке и в таком положении мы в принципе будем их ставить запекать. В общем, сейчас я использую абсолютно всю поверхность пласта, где только можно. Где-то маленькие делаю заготовки. Каттеры я брала у Clayforms. Я внизу оставлю ссылочку на них, вы в принципе можете каттеры взять по моему набору там есть, либо уже индивидуально, какие вам понравятся. В общем, сейчас прорезаю весь пласт. Все лишнее мы потом убираем и ставим на запекание в духовку нашей заготовки. Это на 20-30 минут при температуре 120-130 градусов. Если вдруг у вас нет ручного сверла, для того, чтобы сделать отверстие потом в сережках, то отверстие вы должны будете сделать перед запеканием. То есть просмотрите ваши заготовки, поймите где сделать отверстие, сделайте отверстие и потом только ставите на обжиг. Обратную сторону смотрите, как я буду декорировать. Сначала беру жидкий клей по типу секунды, быстросохнущий. Наношу с обратной стороны жидкий клей и быстренько приклеиваю основу пусет. Это необходимо для того, чтобы когда мы их будем декорировать сейчас полимерной глиной, пусеты у нас не съезжали. Дальше берем жидкую пластику, наносим с обратной стороны именно на металлическую поверхность пусет с небольшим заходом на полимерную глину жидкую пластику. И вот я подготовила такие маленькие кружочки, которым я накрываю пусет металлическую площадку и этот кружочек должен обязательно выходить и соприкасаться с запеченной уже полимерной глиной. Кружочки делаем из той же подложки и с какой у нас сделана обратная сторона изделия, чтобы все было цвет в цвет. И еще можно сделать имитацию шва иголочкой по периметру вашего кружочка. Все ставим опять запекать и это только касается у нас заготовок, на которых мы приклеивали пусет. С большой заготовкой мы поступаем в следующий. Вы должны проверить края и если где-то есть какие-то там лохмотья, неровности, вы должны пилочка для ногтей или наждачной бумагой отшлифовать, их сделать ровными. Затем ручным сверлом вы должны просверлить отверстие, либо, напоминаю, это отверстие вы должны сделать до запекания, если у вас нет сверла. Дальше в это отверстие мы вставляем зубочистку, я беру здесь глянцевый лак и глянцевым лаком покрываю заготовку с лицевой стороны. С обратной стороны я не покрываю, пускай она там остается матовой. После запекания в маленьких наших заготовках, там где у нас пусет запрятан, мы также в нижней части делаем сквозное отверстие. Вставляем туда зубочистку и также покрываем лак. Лаку необходимо подсохнуть, ну у меня часа два. И через два часа мы можем приступить к сборке. По сборке здесь все очень просто, мы берем просто соединительное колечко, подходящее по размеру к нашим сережкам. Раскрываем его, соединяем верхнюю часть с нижней частью сережки и закрываем соединительное колечко. Можно его еще раз плющить, если вы не хотите, чтобы ваши серьги болтались, а они были монолитным таким изделием, то тогда можете немножечко сплющить, сделать их такие овальные, прижать сильно к пластике. И тогда серьги у вас не будут двигаться, а будут одной конструкцией висеть. Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, что этот мастер-класс вам понравился. Что технику имитации камня вы освоили, она в принципе не сложная. И теперь вы знаете, что спиртовые чернила отлично дружат с полимерной глиной. Вы можете получать различные пастельные оттенки и можете не бояться подкрашивать ими прозрачную полупрозрачную глину и знать, что эффект прозрачности и полупрозрачности у вас не теряется. Очень рада, если этот мастер-класс вам поможет в творчестве. На сегодня все. Удачной вам в лепке и до скорых встреч!